Друзья, всем привет, доброго вечера. И вот активное заявление Европейского парламента, обращение к конституции, действия Соединенных Штатов Америки в предоставлении нового пакета военной помощи, действия наших партнеров балтийских, польских, которые говорят об активизации поставок вооружения, должны вас очень сильно мобилизовать. Мобилизовать ваше внимание, потому что мы рискуем с вами повторить ситуацию 24 февраля 2022 года, когда власть точно знает о том, что будет российское вторжение. Кстати, сегодня же появилась новость о том, что в новой книге про Байдена опубликован эпизод о том, как в январе глава ЦРУ Вильям Бернс приезжает в Киев и предупреждает лично президента Зеленского о готовящемся вторжении, но, как вы помните, никакой информации для обычных граждан тогда не поступило. И все мы так или иначе оказались в неких заложниках ситуации, не имея возможности вывести своих близких, подготовиться, купить, в конце концов, бензин. Так вот, в моем понимании, активизация вот этих вот пакетов помощи наших международных партнеров, которые сейчас очень сильно активизируются. Штаты заявили о том, что пакет военной помощи очередной будет самым большим за все время, хотя и не будет включать танки. Передача Польши и Великобритании танков, Челленджер и Леопард-2, от требования Германии, все это говорит о том, что на фронте может с большой долей вероятности произойти эскалация. Напомню, что в Беларуси сейчас проходит совместное учение вооруженных сил Российской Федерации и Беларуси, посвященное отработке именно наступательных маневров. И, в принципе, не зря же все аналитики говорят о том, что Путин в годовщине вторжения в Украину будет пытаться начать второе вторжение. Я, кстати, так отсматриваю вражеские каналы, вагнеровцы набирают медсестер активно и врачей на работу в полевых госпиталях. То есть готовятся. Русские активно готовятся к второй фазе войны на территории Украины, то есть к новому наступлению. Об этом нужно говорить прямо. И я не понимаю, когда украинская власть об этом почему-то нам с вами не говорит. Ну, как минимум, потому что люди должны к этому подготовиться, люди должны сформировать стратегические запасы. Знаете ли, потому что мы за какое-то время привыкли уже к тому, что идет война. Ну и помните, да, вот обстрелы Киева в октябре максимально такие жесткие. Тут же огромные очереди на заправке и тут же дефицит топлива. То есть, если начнется вторая фаза наступления, вернее, попытка наступления русских в Украине, безусловно, опять начнется какие-то катаклизмы, связанные с потребительскими рынками, с инфраструктурой, с банковской системой. Поэтому об этом нужно предупредить. И если об этом не говорят власти, давайте будем говорить об этом мы. То есть, то, что я вижу, активизация военной помощи, активное предоставление оборонительно-наступательного вооружения в виде танков, бронемашин, активизация объема военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, в том числе, говорит мне о готовящемся наступлении расистов, расистов на территорию Украины и подготовке украинских ВСУ к отражению этого наступления и, надеюсь, переходу к контрнаступлению для освобождения наших территорий. Но об этом надо говорить для того, чтобы люди успели подготовиться. Мои вам простые советы. Если вы еще не успели подготовиться или не ждете этого наступления, ждите его в любую секунду. Ждите, вот видите, вероломство россиян, оно же, в общем-то, реализуется во всех действиях, которые они совершают. Обстрелы мирных домов, мирных жителей, гражданских объектов, инфраструктуры. То есть, это наступление, скорее всего, будет связано опять с активными попытками поразить инженерную инфраструктуру, электроэнергетическую инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру. То есть, попытками погрузить нас в блэкаут для того, чтобы отключить связь, отключить свет, перебить логистику транспортную, перебить логистику топливную для того, чтобы погрузить всех в неведение, что происходит в стране, и попытаться провести второе наступление. Не исключаю, что в том числе к нему присоединятся белорашисты. Будем называть их так. И это надо проговаривать. Нужно готовиться людям, нужно, если у вас есть такая возможность, плавно сейчас готовить опять свои семьи, если вы вернулись в города, которые потенциально могут оказаться на линии этого наступления. Если у вас есть такая возможность, выезжать в безопасные более места, готовить свои дома, готовить запасы топлива, готовить запасы еды, если вы этого еще не сделали, вот самое время начать к этому готовиться. Потому что второй раз так легко не будет, как мне кажется, и мы вступаем правдой, и об этом опять же говорят все наши международные партнеры, в самый сложный этап войны, который будет определять будущее Украины. И пока наша армия будет определять это будущее, вы, пожалуйста, к этому подготовьтесь, чтобы вы могли себя сохранить для будущего нашей страны. Внимательно читайте новости. Ну, знаете как, лучше быть пессимистом, но подготовленным пессимистом, чем не подготовленным оптимистом в этих условиях. Мы обязательно победим, будьте здоровы и счастливы. Все будет Украина. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok